Бог не совершает ошибок. Это ключевая фишка того, что ты бог. Не все кинематографисты любят делать фильмы с простым сюжетом. Некоторые заставляют зрителя подумать, но иногда запутанный сюжет ставит в тупик и требует объяснений. Вот несколько фильмов, которые вы, скорее всего, видели, но могли неверно понять или истолковать сюжет. Осторожно, впереди спойлеры. Аннигиляция. Это фильм для тех, кто давно ждал умной фантастики, или просто хорошего сложного кино. Оно ничего не разжевывает и дает поспорить с друзьями над интерпретацией концовки. Теорий у нас масса, а фактов едва едва. По заявлению самого режиссера Алекса Гарланда, это фильм о саморазрушении. В книге этого нет. А Аннигиляция, напомню, это картина, в основе которой лежит первая книга трилогии Джеффа Вандермиера. То есть режиссер наложил свою идею поверх чужой истории и высказал следующую мысль. Все люди стремятся к саморазрушению. Суицид, наркотики, алкоголь — это лишь очевидные проявления. Но есть и не такие явные, как, например, разрушение брака, карьеры и так далее. Более того, то же самое происходит и на клеточном уровне. А клетки, которые отказываются умирать и размножаются, убивая организм, — это раковые клетки. Рак, который кажется нам злом, содержит в себе ключ — решение проблемы старения и смерти. Говорят, старение — естественный процесс. Но по правде это сбои в наших генах. А теперь по порядку. Аномальная зона, которая образовалась в результате падения метеорита, — это раковая опухоль на нашей планете. Внутри инопланетного мерцания клетки мутирует с поражающей скоростью. У акул такие же зубы, да? Любое ДНК, входящее в зону, подвергается изменению. Это реально безумие. Но мы отправляемся туда. Каждая из участниц экспедиции до прихода в зону уже носит в себе тягу к саморазрушению. И это их главный интерес — путешествия туда. Не научный интерес и желание послушать обществу, а отчаяние и бессмысленность жизни. Разрушение брака, пьянство и наркомания, тяга к самоубийству, потеря своей личности из-за смерти дочери. В каком-то смысле. Это часть нашей жизни. Внутреннее зло и саморазрушение объясняется как ошибка Бога, из-за которой в нашей ДНК клетки стали смертными. В конце фильма героиня Натальи Портман, Лина, передает Мерцанию каплю своей крови. И Мерцание приобрело разумную форму. Тут логика такая. Мерцание разрушает личность, но само бессмертно. А личность едина, но смертна. После соединения получается бессмертная личность. И проблема прошлых экспедиций в том, что никому не удалось сохранить свою личность. Мерцание было сильнее и разлагало их. А Лине удалось осуществить обмен, не потеряв формы и сохранив сознание. Свою тягу к саморазрушению Лина передала двойнику. И именно поэтому двойник Лины сам приносит себя в жертву. Она заражает рак тягой к смерти. И тот сам себя уничтожает. Вся аномалия аннигилирует, остаются лишь двое. Клон Кейна и Лина. Выходит, герои становятся бессмертными и больше не подвержены внутреннему разладу. Становятся совершенными людьми. А ты Лина? А их нерешительность в самоидентификации объясняется тем, что они ощущают в себе присутствие всех существ измерцания. Враг. Этот фильм Дани Вильнёва совершенно точно не рекомендуется к просмотру тем, кто любит ясный прозрачный сюжет. Здесь много скрытого смысла и философского содержания. Сам режиссёр обозначил своё творение как документальное кино о подсознании. А герой, который уходит от своей любовницы к беременной жене. В первых кадрах фильма появляется фраза «Хаос — это порядок, который нужно расшифровать». Тем самым режиссёр даёт зрителю возможность самостоятельно разобраться со всеми ребусами в фильме. Так что давайте разбираться. В фильме огромное количество пауков. И тут всё просто. Фрейд уже давно объяснил, что паук — это символ разгневанной матери. И паук олицетворяет главный страх героя — контроль и диктатура в семейных отношениях. Исходя из этого, можно расшифровать все сцены с пауками, которые так или иначе связаны со страхами героя. Самые яркие из них — это паук над городом, символ паучьей матери-героя, которая всю жизнь подавляла сына. Пора уже перестать строить иллюзии насчёт актёрской карьеры. Ешь. И паук в финале, в которого превратилась жена. Она для главного героя уже разгневанная будущая мать. А теперь стоит разобраться с самим главным героем. Наверняка вы и гадали, кто такой двойник. Но в фильме много подсказок, что никакого двойника нет. Например, разорванная фотография историка. Точно такая же, как та, что стоит на полке в доме актёра. Или очки, купленные одним, оказываются на столе у другого. Главный герой страдает диссоциативным расстройством идентичности. Я психопат! Оно развивается в момент, когда он узнаёт о беременности жены. Внутри происходит конфликт. Герой не желает расставаться с беспечной жизнью и брать ответственность, но и не может оставить беременную жену из-за чувства вины. И в результате он распадается на Адама и Энтони. Возврат к целостной личности происходит в мотеле, где Адам понимает, что ему придётся вернуться к тому, от чего бежал. Потом происходит автокатастрофа с Энтони и Мэри. Она метафорично и показывает гибель второй личности. Таким образом, главный герой остаётся в семье. Прошу тебя, встаньте. Но сам герой говорил студентам, что такая модель всегда повторяет себя в истории. В этих словах кроется смысл последней сцены. Хелен принимает душ, а Адам, примеряя одежду, находит ключ от бара. И снова поддаётся искушению. То есть опять выпускает вторую личность на свободу. Хелен, а у тебя есть планы на вечер? Мне нужно будет уйти. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы понимаем, что большая часть истории происходит лишь в больном воображении героя. А название фильма «Враг» подразумевает, что самым главным врагом для человека становятся его собственные страхи. Для Адама главный страх — это семья, которая у него ассоциируется с контролем и диктатурой. Оно Конечно, концовка фильма «Оно» вполне очевидна, и даже клуб неудачников понимает, что они не убили звездского клоуна, а просто сильно покалечили. И когда зло снова очнётся через 27 лет, они вернутся и прикончат его. А сделают это они уже в следующей части, которая предположительно выйдет осенью 2019 года. И уже об этом стоит немного поговорить. В сюжете первого фильма есть значительные отклонения от книги. Клуб неудачников не применял ритуалы чуть. Они лишь показали чудовищу силу своего духа и победу над страхами. Но режиссёр фильма Андрес Мускетти заявил, что не собирается удалять этот факт из фильма, просто приберёг его для следующей части. Он также рассказал, чем ещё второй фильм будет отличаться от книги. Майк Хэнлон, как и в книге, останется в Дэре и станет центром воссоединения лузеров спустя 27 лет. Однако режиссёр решил сделать его линию в фильме более мрачной. Пора тебе уже брать на себя больше обязанностей, Майк. Все эти годы Майк будет пытаться выяснить, как убить Пеннивайза. Подобно ритуалам коренных американцев из книг, он начнёт употреблять наркотики, чтобы изменить своё сознание и увидеть происхождение чудовища. Поэтому спустя 27 лет Майк превратится в библиотекаря-наркомана. Но именно эти жизненные перипетии позволят ему узнать о ритуале чуть. Герои клуба неудачников из первой части будут сниматься и во второй. Просто в новой части будут присутствовать множественные флэшбеки. Лузеры должны будут восстановить свои воспоминания из прошлого, чтобы найти ключ к победе над клоуном. Режиссёр также обещает включить во вторую часть удалённую сцену из первой, в которой показана первая встреча человечества с Пеннивайзом. Таким образом, второй фильм не только покажет окончательную победу лузеров над древним злом в обличии клоуна, но и расширит понятие о мире Пеннивайза. Всем спасибо, это было несколько разгадок фильмам, которые могли вас запутать или поставить в тупик. Думаю, ты можешь лучше объяснить это, нежели я. Не забывайте подписаться на канал и всем удачи.